Всем доброго времени суток. Долго собиралась, увлеклась гаданиями. Если вам интересно, расскажу про свою работу. Снимать видео внутри издания нельзя, поэтому просто буду рассказывать. Врать не буду, что без ума от своей работы, но пока готовила материал, убедила таки себя, что плюсы порядком перевешивают, и даже к некоторым минусам можно присмотреться с другой стороны. Я работаю в Амазоне больше 10 лет, и это моя первая работа в США. Наверное, в России это что-то типа Озона или Wildberries, даже звучит Озон подобно. Амазон начался в гараже Джеффа Безоса в 1994-м, как книжный онлайн-магазин, и вот теперь склады и магазины Амазона по всему миру. Мы продаем товары разных размеров, стоимости, назначения. Думаю, что в Амазоне быть покупателем вполне удобно. Бесплатная доставка можно вернуть, если не понравилось. А вот быть продавцом, многие говорят, трудно и не особо выгодно. Безос считается одним из богатейших людей в мире, и даже недавний развод не сильно пошатнул его благосостояние. Тут удачно еще ковид начался, онлайн-продажи, конечно, увеличились, и он даже слетал на Луну. Вот такой вот проворный мужчинка. Итак, здания Амазона имеют разный товар. Это могут быть продукты питания с очень быстрой доставкой, может быть сорт-центр с небольшими товарами от губной помады до наполнителя кошачьего туалета, что звучит не так угрожающе, пока тебе не нужно пару часов тягать коробки с ними. Они, в самом деле, очень тяжелые. Поэтому люди покупают онлайн, чтобы самим не поднимать их в магазине. До 2016 года наше здание использовало систему Кива. Это роботизированные склады. Теперь мы сверхтяжелое здание, AMXL называется. Мы продаем грили, диваны, телевизоры, кровати, бильярдные столы, плавательные бассейны и прочее, что трудно двигать вручную и необходимо управлять вилками погрузчиком. Поэтому первый минус – не каждый может водить погрузчик. Некоторые настолько панически боятся этих машин, что уходят в течение первых часов. Но, с другой стороны, те, кто побороли свой страх, сильно расширили свои возможности в случае поиска новой работы. Сейчас покажу вам машины. Ну, поскольку в здании снимать нельзя, как я уже сказала, поэтому просто нашла видео на YouTube. В доступе это Raymond, Rich Track, Order Picker, Forklift Side Riders. Такие машины я обучаю людей управлять. Тоже боялась, тоже не хотела. Никогда не думала, что буду делать что-то подобное. Но жизнь вообще непредсказуемая. Я не жалею, что попробовала. Мне нравится. Конечно, нужно с большим уважением к этим машинам относиться. Они опасны. Вернемся к солнышку, пока оно есть. У нас еще пока нет снега. Но это другая история про погоду. Так вот, второй минус. Приходится очень много постоянно ходить. Сидячей работы у нас нет. Опять же, как посмотреть, я лично ходить люблю, поэтому мне подходит. В спокойную смену я нахожу 13-15 тысяч шагов. И думаю о пользе, то, как это улучшает мое здоровье и продолжает мою жизнь. Следующий минус – тяжелый вес продукции. Но если подходить к работе как к фитнес-центру, за который тебе еще и платят, и знать, как правильно обращаться со своим телом и весом, вы можете очень сильно удивиться, на что вы способны. Плюс подкачать свое тело к пляжному сезону. Примечательно, что женщины и пожилые люди травмируют себя гораздо реже, чем молодые мужчины, которые постоянно спешат и выпендриваются друг перед другом. Следующий минус – это политика, которую Амазон толкает буквально из всех щелей. И тут ни в какой плюс ее не переиначить. Промывка мозгов даже в туалетных кабинках. Разные постеры и прочее. С другой стороны, никто ни разу лично меня не ущемил по моей национальности или политическим взглядам, которые я не скрываю. Наоборот, считают, что это круто, и часто спрашивают простые русские слова. Несколько раздражает постоянное празднование секс-меньшинств, но при этом полное игнорирование дня независимости. Так и хочется спросить Безоса. Сильно бы он преуспел без этой стороны своих прав на одних меньшинствах? Но вряд ли я с ним встречусь, и слава богу. Еще один минус – смена 10-12 часов. Но в то же время это и плюс, потому что три выходных – получается маленький мини-отпуск. Но вот, пожалуй, все крупное. Мелочи незначительные, зависят от настроения. Итак, я работаю тренером в самом большом в мире здании тяжелого типа и продукции. Здесь на 100 тысяч триллионов. Шучу. Но много. Температура из-за размеров помещения довольно прохладная. Но если постоянно двигаться, то нормально. Когда нужна моя помощь, вместе со всеми гружу грузовики, мне не зазорно, плюс уважение от людей. Хотя в мои обязанности входит только встречать новых людей, обучать их разным видам работы, вождению вилок и правилам безопасности. После обучения я выдаю им сертификат на погрузчик и доступ к выполнению работ. В России я была учителем в 16 лет, и сейчас выполняю практически такую же работу, только больше физически и на английском языке. Вообще, я считаю, что есть два типа людей. Люди процесса и люди результата. Я человек результата. Для меня важно, чтобы было сделано. А уж с удовольствием или без, это как вам повезет. Поэтому в 2017 году мне вручили важную в Амазоне награду признания результатов, которая называется Get It Done. Вот такая вот статуэтка. Ну, означает типа «сделано, будет сделано, сделаешь, сделала». И вот я подошла к важным для меня плюсам. Я рада, что работаю, могу совершенствовать язык. Для домашнего общения большой запас слов не нужен. И за три года домохозяйства я чуть не забыла то немного, с чем приехала. Также всегда есть неисчерпаемый источник беседы, пережитой рабочей недели. Я уже не говорю о зарплате и страховке. Тому, как я научилась пользоваться компьютером, разными программами, общением с людьми разных культур и традиций. Плюс обмен энергии, который происходит на работе. Это одна из важных положительных причин лично для меня. Я считаю, что найти общий язык можно абсолютно с любым человеком. Было бы желание. Большая часть сотрудников дружелюбны. И благодаря своим рабочим обязанностям я являюсь первым человеком, который их встречает, вдохновляет, всему обучает, поддерживает. Многие смеются, что даже после получения сертификата продолжают приходить ко мне по привычке, как к маме курицы. Второй плюс – это дорога. Всего 20-25 минут от дома. С нашими расстояниями, снежными, скользкими зимами это очень важно. Других работ в таком радиусе здесь просто нет. Здание работает круглосуточно. Я работаю в ночь с 4.30 дня до 3 утра. Но обычно задерживаюсь дольше со всеми, потому что у них смена с 6 вечера до половины 5 утра. Всегда считала себя жаворонком, но со временем перевоплотилась в сову, а теперь вообще неизвестное животное. В выходные соблюдаю тот же график, чтобы не вредить здоровью. Встаю в полдень, радуюсь солнышку, свободному времени до смены. В ночь меньше менеджеров, меньше стресса. И люди в основном очень молодые или очень пожилые. Самые старшие. У нас сейчас Рик, ему 76. Грустно, конечно, что человек в таком возрасте вынужден грузить грузовики. Но, как он сам говорит, всю жизнь играл, ничего не делал, теперь можно поработать. А самым молодым по 18. О зарплате был отдельный ролик. Амазон дает хорошую страховку, накопительную пенсию. Есть много разных скидок от билетов в кино до авто. Главное, не забывайте ими пользоваться. Каждые три года меня обучают базовым навыкам оказания первой помощи. И даже есть возможность получить образование медсестры, IT, тракера, кулинара, электрика, водопроводчика и прочих рабочих профессий. Амазон оплачивает 100% обучения. А здесь это, в самом деле, важно, потому что есть люди, которые даже читать не умеют, и они не иммигранты. И только у нескольких менеджеров есть степень магистра по какой-нибудь там биологии, что к логистике вообще никакого отношения не имеют. Но выпускники колледжа автоматически приходят менеджерами, даже если им всего 23 года, и они панически боятся общаться и тем более руководить с людьми. Очень жалею, что со своими подтвержденными здесь, в США, двумя бакалаврами, двумя магистрами не пришла сразу менеджером. Мне казалось, что не справлюсь, хотелось подучиться побольше. Ну вот. Здесь не повышаются заслуги, никто не будет тебе ничего предлагать, только сам. Я часто расталкиваю всех локтями. И люди сильно меняются, когда получают повышение, прям такие сразу. Фи, я не вашего круга, я не могу приехать на твой праздник. Следующий плюс – можно покупать ценные бумаги. Это пассивный доход. И с учетом того, как люди все меньше любят ходить ногами, продажи, и вместе с ними стоимость этих бумаг постоянно растет. Амазон с радостью принимает на работу бывших военных. Специальности в Амазоне самые разные. От тренера, менеджера, простой рабочий, IT, парамедик, водитель грузовика, мой близкий друг-менеджер по запуску новых зданий. Это просто обалдеть, какая ответственная, при этом интересная работа. И много других специальностей. Причем прийти вы можете на одну работу через пару лет, стать классным специалистом совсем в другой области. Надеюсь, вам было интересно. Всем добра!